Добрый вечер, коллеги. В начале знакомства и нашей сегодняшней работы хотелось бы поблагодарить компанию КИЛС за предоставленную возможность поработать на их литеринарной площадке, попробовать дать дополнительные знания, расширить или углубить уже ваши имеющиеся. Я с полной уверенностью могу назвать коллегами как предпринимателей, организаторов ветеринарного лечебного процесса, так и представителей государственной ветеринарной службы, выполняющих надзорные функции за соответствием этой системы оказания ветеринарных услуг частными структурами, их лекарственного обеспечения. Эти две категории очень близки мне по духу, по преследуемым целям и по выполняемым задачам. И та и другая категория выполняют функцию защиты населения от болезней общих для человека и животных, оказывают лечебные услуги населению. Ко многим моим общественным нагрузкам, которые рассказал Максим, можно добавить и участие в становлении бизнеса в начале 90-х годов. Это годы массового забвения требований ветеринарного законодательства, время формирования новых требований к ветеринарии в новых экономических условиях, время первичного накопления капитала не только сегодняшними владельцами газет и пароходов, но и время становления частной ветеринарии. В этот период я бегал по квартирам, как и многие из вас сейчас, резал котам яйца и активно участвовал в противоэпизотических мероприятиях локального характера. То есть фактически мы проводили все эти противоэпизотические мероприятия, в частности вакцинации собак и кожи, на дому у владельцев наших пациентов. Но время идет, дети взрослеют, мы стареем. Перед вами сейчас находится документ, подтверждающий право организации, который я сегодня представляю, на оказание образовательных услуг в области ветеринарной и пароветеринарной деятельности. Пара, эта приставочка дает более расширенное толкование, это значит около ветеринарной. То есть это фармацевтическая деятельность в части обращения лекарственных средств не только для ветеринарного применения, но и для медицинского применения. Многие из вас понимают, о чем я сейчас говорю. Это оборот наркотических и пикотропных, сильно действующих и ядовитых препаратов. У нас нет аудиторий, нет земельных участков, нет бюджетного финансирования, если не считать нематериальные активы, предоставляемые компанией ФИЛ. Именно эти активы позволяют ветеринарной школе Денталвет осуществлять дистанционное обучение ветеринарных специалистов, в том числе и сегодняшние мероприятия. Что же представляет из себя система дистанционного обучения? Многие из вас, вот я вижу тут у нас Татьяна Владимировна Коршнева, они знакомы с этой системой дистанционного обучения. В первую очередь это виртуальные технологии в образовании. Лозунг какой есть. Мы помогаем людям обмениваться передовыми знаниями с помощью передовых технологий. Это действительно так. Потому что удаленная система обучения, дистанционная система обучения, она позволяет получать знания без отрыва от производства. На нашем портале есть управление группами, календарный план, библиотека, тестирование, электронные курсы, мультимедиа сервис, вебинары и так далее. Ну а практические занятия мы можем выполнять и при выезде в регионы, и непосредственно на территории Москвы, либо Московской области. Наши программы обучения. Это ветеринарная фармакология, анестезиология, лабораторная диагностика и основная профилирующая дисциплина ветеринарная стоматология. Ветеринарная фармакология – это программа, которая не призывает получать звания. Она необходима для того, чтобы закрыть те юридические паралеки, которые образовались при ведении ветеринарной деятельности, с выходом положения о лицензировании фармацевтической деятельности. То есть мы закрываем необходимость получения сертификатов, различных свидетельств о повышении сертификации. Без этих документов невозможно получить лицензию на фармацевтическую деятельность. Это не говорит о том, что только мы это делаем. Подобные мероприятия могут осуществлять любое высшее учебное заведение, либо заведение послевузовской подготовки, имеющее на это лицензию на образовательную деятельность. Эти программы дают реальные знания и практические навыки для работы с больными животными. То, что ветеринарная анестезиология приобретает на сегодняшний день особую актуальность, об этом я говорить не буду. Мы об этом и так прекрасно знаем. Конечно же, эти программы являются платными. И по требованию компании Хиллз с нами были разработаны несколько интересных предложений для ветеринарных специалистов. Все вопросы по участию в любой из трех программ можно будет задать представителю Хиллз в вашем регионе. Ну и, наконец, мы добрались с вами до практического материала, безнавязчивой, но так необходимой рекламы. Любые правила предполагают определенную структурирование. Ветеринарное законодательство неотделимо от законодательства страны. Гармонично в него встроено, но требует постоянной доработки и усовершенствования, чего в реальности не происходит. И ветеринарные законы, нормативные правовые документы, катастрофически не успевают за развитием социальных отношений и экономики. Первые 15-20 минут могут показаться скучными, но они определяют дальнейшее понимание и эротичности нормативных правовых документов страны и место ветеринарных актов в общей структуре. Хочу обратить ваше внимание, что сегодняшний семинар – это первый семинар из серии семинаров под общим названием «Вет закон, что дышло». Это все мы знаем, подобную поговорку, вернее, эту поговорку, что закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Это не совсем так. «Законы пишутся для людей, пишутся людьми, и законы необходимо выполнять». Подобная поговорка возникла в народе и характеризовала крайнюю неподготовленность человека к юридическому обеспечению своей деятельности. То, чем на сегодняшний день занимается работодатель в области ветеринарии, либо он занимается, либо он создает рабочие места для своих коллег, либо он занимается самозанятостью, в любом случае он предоставляет рабочие места. И не только для себя, но и для государственной ветеринарной службы. Он является объектом надзора субъектовой ветеринарной службы. И объектом надзора Ростельхознадзора. Эти две организации призваны нас контролировать. В системе государственного управления ветеринарной деятельностью существует и взаимодействует несколько иерархически организованных подсистем. Для них характерен некоторый параллелизм, но он не абсолютен. Самая очевидная пара параллельных подсистем – это иерархия правовых актов и организационная иерархия. На первый взгляд, если издаваемые Ростельхознадзором правовые акты являются обязательными для ветеринарного индивидуального предпринимателя, то и в организационном плане индивидуальный предприниматель должен быть подчинен Ростельхознадзору. Но на практике это далеко не так. Прежде всего, на уровне бывших органов государственной власти иерархия неравенства нормативных актов сочетается с конституционным равенством органов. Эти акты издающие. Классическая субординация, конституция, конституционные законы, федеральные законы, указы президента, постановление правительства и так далее довольно однозначны и формируют встроенную иерархическую систему. Однако, в соответствии с принципом разделения властей, принимающие их органы, не подчиняются друг к другу. Так, президент организационный не подчиняется федеральному собранию. Если правительство во многих отношениях оказывается подчинению президента, то это происходит не в силу нормотворческих полномочий последнего, а в результате действий его организационных полномочий. Назначение и отставка председателя правительства и министров, председательства на заседании правительства и использование некоторых в ней юридических властных ресурсов. Подчинение парламента главе государства может быть только политическим. Если оно происходит, то политическая иерархия оказывается противоположной конституционно-правовой. Если обратиться к ветеринарным ступеням государственной иерархии, то становится понятно, что нормативные правовые акты вообще не связаны напрямую с организационными полномочиями издающих их органов власти. Нормативный акт, ярким примером может являться закон о ветеринарии, является обязательным для всего населения, в том числе, разумеется, и для государственных служащих. Я не имею сейчас в виду государственные службы, государственные ветеринарные службы. Ну, ярким примером государственного службы, допустим, может являться работник ЗАГСа или член правительства Тверской области. Означает ли это, что принявшая закон организация может руководить деятельностью работника ЗАГСа или давать прямые указания члену правительства, субъекта Российской Федерации, о начале переведущей кампании в московском районе города Твери. На суборгизации правовых актов стоит остановиться подробнее, поскольку она наглядно демонстрирует неоднозначность иерархических связей в государственном управлении. Высшим нормативным актом внутреннего права в России является Конституция Российской Федерации. Следовательно, все остальные правовые акты должны соответствовать Конституции, но не могут значить изменения в ее содержании, то есть стоять ниже, на иерархической лестнице. Однако это не относится к решениям Конституционного суда, точнее относится лишь частично. Решения Конституционного суда должны соответствовать Конституции и не могут ей противоречить. Но в тех же решениях может содержаться толкование тех или иных Конституционных положений, то есть внесение в них определенного смысла, что отражено в статье 125 Конституции Российской Федерации. Иными словами, Конституционный суд может изменить фактическое значение той или иной статьи Конституции, влияя на дальнейшее право применения и право творчества. Все последующие правовые акты будут учитывать не оригинальный Конституционный текст, а его трактовку с инстом. Решения эти обжаловы не подлежат. Решения Конституционного суда и текст Конституции оказываются таким образом в отношении взаимозависимости, а не в соподчинении. То есть сейчас мы с вами на уровне государственной иерархии документов можем прийти к выводу, что если нельзя, но сильно хочется, то можно. Но это на уровне, опять же, государства. Я привел вам шикарнейший пример. Это Конституция и решение Конституционного суда. Конституция неизменна. Конституционный суд может эту Конституцию подрегулировать, но на основании статьи 125 Конституции Российской Федерации. То есть идет очень жесткая взаимосвязь. Почему я акцентирую на этом еле внимание? Без понимания вот этой иерархии взаимозависимости документов и взаимозависимости исполнителя ветеринарных услуг, получателя ветеринарных услуг и третьего обязательного участника этой процедуры государства в лице Государственной ветеринарной службы либо Российской Фоснадзоры невозможно. Означает ли это, что здесь отсутствуют элементы субординации? Нет, но их выявление требует учета конкретно-исторической и национальной специфики, влияния других элементов правовой системы и вне правовых политических отношений и традиций. Как правило, органы Конституционного контроля максимально сдержанно толкуют Конституцию. Однако важная роль судебных решений в правовой системе и жесткость механизмов изменения Конституционного текста могут привести к тому, что решения судебной инстанции фактически подменяют собой текст основного закона и приобретают правотворческий характер. В этом направлении непрерывно движется правовая система Штатов. Но, я имел в виду Соединенных Штатов Америки, но в России роль президентного права весьма невелика. Органы Конституционного контроля не рискуют давать далеко идущие интерпретации. Основанием для установления некоторой субординации в отношении судебных актов и Конституции у нас являются не столько юридические нормы, сколько особенности национальной правовой и политической культуры. Если в одном из регионов по решению суда можно не допускать вакцинацию без наличия разрешения со стороны Госпослужбы региона, то в другом субъекте можно смело наплевать на подобные решения и попытаться инициировать рассмотрение в другом уже суде и получить совершенно противоположный результат. Так и получается, что в Питере гаишники все козлы, а в Новосибирске водилы с луковой. Судами рассматривались аналогичные случаи, а результаты бывали диаметрально противоположными. Не менее важная проблема взаимодействия и отношения соподчиненности между федеральными правовыми актами и правовыми актами субъектов федерации. Принцип господства федерального права не так очевиден, как это может изначально показаться. Если перевести на нормальный обычный язык, то закон о ветеринарии он не всегда прав по сравнению с законами, принятыми на его основе в различных субъектах Российской Федерации. Ярким примером может являться Казань, Башкортостан и так далее. То есть здесь вот в этих ветеринарных законах, принятых на основании федерального ветеринарного закона, закона о ветеринарии, учитываются национальные вопросы, учитываются национально на праву. Для того, чтобы выяснить, какая правовая норма выше по статусу и должна исполняться, необходимо определить, к чьим полномочиям относится регулирование данной сферы. Акцентирую, необходимо определить, кто в доме хозяин. В сфере исключительной компетенции федерального государства акты субъектов ничтожны, так же, как и федеральные акты в сфере исключительной компетенции субъектов. Принцип господства федерального права применим только в сфере действия совместной компетенции. Что касаемо ветеринарии в нашей стране, так исключительной компетенции субъектов сейчас практически уже нет, а есть наличие переданных полномочий. То есть выстраивается и должна выстраиваться весьма жесткая федеральная вертикаль, так как ветеринария в первую очередь обеспечивает безопасность страны и обеспечивает безопасность населения и животных. Ну, население понятно через различные противоэпизодические мероприятия, через ветеринарную санитарную экспертизу, контроль качества, но не столько качества, а сколько безопасных сырья. растительного и животного происхождения и пищевых продуктов, которые не промышленные выработки. Аналогично обстоит дело с полномочиями органов местного самоуправления и с их правовыми актами, при условии, что эти органы обладают исключительными компетенциями. Во всех случаях окончательное решение при конфликтах остается за судебными органами, которые решают споры о полномочиях. С учетом того, что судебные решения очень часто содержат элемент интерпретации, решения суда могут частично заменять собой экзакон, влияя на его смысл. Итоговая схема получается более сложной, чем представленной на этом слайде, а влияние на судебные органы становится ничуть не менее важным ресурсом, чем законотворчества. Вот из всей этой массы умных слов, из первого взгляда, вроде бы, не взаимосвязывать, можно сделать один единственный выход. Предприниматели, не бойтесь подавать в суд и не останавливайтесь на решении мирового судей. Идите дальше. Опыт последних лет с момента введения статуса мирового судьи показал, что 90% опрещения мировых судей при апелляционных процессах в районных судах разваливается, и решение может принять диаметрально противоположный смысл. А вот те коллеги, которые относятся к надзорному прокурору, соблюдайте интересы государства и не бойтесь решения суда. То есть, в любом случае, если приходит проверяющий и смотрит, как качественно или некачественно соблюдаются правила оказания платных ветеринарных услуг проверяемым, он может потребовать исполнения кажущихся для него правильных действий, но предприниматель всегда может эти действия обзавровать. Теперь более приземленно рассмотрим то, что я только что наговорил. Что же такое нормативный правовой акт? Это официальный документ, установленный в форме, принятый, либо изданный в пределах компетенции уполномоченного государственного органа, должностного лица, иных социальных структур, муниципальных органов, профсоюзов, акционерных обществ, товарищей, или путем референдума с соблюдением установленной законодательственной процедуры, содержащей общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц и неоднократное применение. Допустим, к нормативному правовому акту нельзя отнести постановление правительства, определяющее индивидуальную пенсию для лиц, допустим, для Васи Иванова в результате того, что он внес колоссальный шеф-клад в развитие противоэпизодических мероприятий на территории Космогорского района. Это акт лояльный, вернее, локальный, и он не может являться нормативным правовым актом. Признаки нормативного правового акта закреплены пленами Верховного суда о практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью и в какой-либо его части. Пленум Верховного суда Российской Федерации определили, что существенными признаками характеризующими нормативный правовой акт являются издание его в установленном порядке правомочным органам государственной власти, органам местного самоуправления либо должностным лицом. Издание в установленном порядке именно правомочным органам. Каким образом определяется правомочных органов? Очень просто. Есть у нас положение по Министерству сельского хозяйства, есть положение по Ростельхознадзоре, где четко прописаны полномочия этого исполнительного органа власти. Следующее обязательное условие наличие в нормативном правовом акте правовых норм, правил поведения обязательных для неопределенного организатора. кто такой этот круг неопределенных лиц, кто является неопределенными лицами. Неопределенными лицами это граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории Российской Федерации, вне зависимости от пола, расовой принадлежности, вероисповедания и так далее, и так далее, и так далее. То есть каждый и всякий. Нормы рассчитаны на неоднократное применение. Я уже приводил пример по теме однократного применения. Допустим, установление пенсии тому же самому исполнителю противобезотеческих мероприятий, либо организатору неоднократное применение, как ярким примером неоднократное применение может являться нормативно-правовой акт, определяющий порядок выдачи, оформления, сопроводительности и финансовыми документами. Значит, неоднократное применение направлено на урегулирование общественных отношений, либо на изменение или прекращение существующих правоотношений. Коллеги, в конце всей этой колобалы будет возможность задавать вопросы, и я ответил на все вопросы, которые могут возникать. Если кому-то что-то непонятно, по всей вероятности непонятно, записывайте, забудите. Поскольку Российская Федерация является федеративным государством, нормативные правовые акты могут быть федеральными, это уровень Российской Федерации, и субъектов Российской Федерации. Также в пределах полномочий решения выборного органа универсального образования. В России установлена следующая иерархическая система нормативных правовых актов в зависимости от их юридической силы. Конституция Российской Федерации, международные договоры и соглашения России, а также общепризнанные принципы и нормы международного права, составляющие особую группу, которая является составной частью правовой системы России. Международные договоры и соглашения России имеют большую юридическую силу, чем законы и подзаконные акты Российской Федерации. Имплементационный регламент, вот, обратите внимание, имплементационный, слово до такой степени резкое и сложное, что его невозможно сразу же выговорить после длительной тренировки. Значит, имплементационный регламент комиссии европейских сообществ об образцах идентификационных документов для некоммерческой перевозки собак, кошек и хорьков, утверждений перечней территории третьих стран и требований к формату оформления и языку декларации, подтверждающих соответствие определенных условиях, предусмотренным регламентом и пошло поехало. последние события в мире это и в Европе и на Дальнем Востоке, вернее, на Ближнем Востоке показали, что международное право оно соблюдается только в том случае, если это выгодно конкретно соблюдающему или пытающемуся соблюсти это право субъекту международного международной деятельности. Следующее федеральный закон, федеральные конституционные законы, федеральные законы в том числе кодексы. Закон Российской Федерации о ветеринарии на сегодняшний день имеет статус федерального закона. То, что у него нет этой приставочки, что не федеральный закон о ветеринарии, это не говорит о том, что он не имеет статус общенационального закона. Это реально закон, который формирует всю нашу с вами профессиональную деятельность вне зависимости от того, какая форма собственности у этой деятельности. Федеральные подзаконные правовые акты, указы президента, постановления правительства Российской Федерации, акты федеральных органов исполнительной власти. Чувствуете, здесь мы уже потихонечку с вами начинаем приближаться к тем документам, которые необходимы нам с вами в повседневной деятельности. Указ президента пока еще далеко и высоко. Постановление правительства уже близко, потому что постановлениями правительства принято правило оказания платных ветеринарных услуг, принято положение по лицензированию фармацевтической деятельности это то, с чем мы с вами каждый раз встречаемся. Акты федеральных органов исполнительной власти, министерств, федеральных услуг и агентств. Если опять же приближаться к нам с вами, то для нас очень важны приказы министра сельского хозяйства. Опять же он регулирует, эти приказы регулируют нашу профессиональную деятельность. Федеральные службы, в частности федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, Россий Хоснадзор, ну и ряд других служб, в том числе и службы из так называемого фула Министерства природных ресурсов. То есть это контроль за экологией, за выбросами, за мусором. Кстати, у нас в этом году тоже будет и по мусору, и по биоотходам вебинара. Вот в этой части экология никакого отношения не имеет. Здесь все образы правления находятся у Россий Хоснадзора. И Россий Хоснадзор на сегодняшний день, имея слабую подготовку теоретическую и достаточно мало практической деятельности по контролю за обращением биологических отходов, он ни в первую, ни в полной мере применяет те права, которые предоставлены ему при контроле этой деятельности, и неверно применяет рычаги наказания за нарушение обращения с биологическими отходами и отходами ветеринарной деятельности. Законы субъектов Российской Федерации, подзаконные правовые акты субъектов Федерации, на уровне муниципального образования, это решение муниципального образования. Ну, одним из подзаконных правовых актов субъекта Российской Федерации можно назвать приказ 24-13 года Федеральной службы по ветеринарному и фотосанитарному надзору управления по городу Москве, Московской и Тульской областям об установлении пограничных контрольных ветеринарных пунктов и транспортных контрольных ветеринарных пунктов. Вроде бы нас с вами это непосредственно не касается, но это очень важный приказ, который регламентирует движение всех подконтрольных товаров. А если взять любую ветеринарную клинику, частную она, государственную или любую сферу оказания платных ветеринарных услуг, более 50% там находятся товаров под контроль федеральной службы по ветеринарному и пунктов санитарному надзору. Допустим, подзаконные акты на уровне муниципального образования, решения муниципального образования. Такие решения муниципального образования могут, допустим, застройка на территории муниципального образования, создание скотомогильника, разрешение на размещение крематория. Я не говорю сейчас о крематорах, это передвижные такие печки, которые могут сжигать биологические отходы не только трупы павших животных, либо конфискации ветеринарной деятельности, но и негодные, вышедшие, вернее, низкого качества и непригодные в пищу человеку пищевые продукты животного и растительного происхождения. Это тоже входит в обязанности ветеринарной службы, и ветеринарная служба должна производить утилизацию биологических отходов, если на это есть либо бюджетное финансирование, либо экономические пересобраны. Я прошу коллег сразу же спросить меня заранее. Я в большей степени сегодня буду представлять интересы предпринимательских кругов, потому что уровень юридической подготовки, уровень самозащиты у предпринимателей до сих пор катастрофически низкий, катастрофически, и этим пользуются недобросовестные проверяющие. Но я встречал много людей, которые готовы помогать предпринимателям, и всегда рады помочь, если у предпринимателя появляется какая-то радость, и тем более, если предприниматель готов к этой радостью, с проверяющим тогим. Нормы права, носителями которых являются Конституция России и федеральные конституционные законы, имеют понятие конституционно-правовых актов. В зависимости от содержания, то есть отраслевые нормы права, объединенные общими чертами, могут быть гражданско-правовые, уголовно-правовые, административно-правовые, комплексные, муниципальные, экологические, санитарные и, конечно же, ветеринарные. И контроль надзор, и исполнение платных и федеринарных услуг напрямую и очень плотно завязаны на отраслевые нормы права. Гражданско-правовые, уголовно-правовые, не дай бог, гражданско-правовые, это несколько иное, это можно терпеть. Административно-правовые и штрафные санкции, ну и комплексные все эти мероприятия. Где можно найти нормативные правовые акты? Любой нормативный правовый акт должен быть опубликован в информационных системах для свободного доступа к информации в целях реализации конституционного права гражданина Российской Федерации. Обращаю ваше внимание, реализация конституционного права. Но в конституции у нас записаны еще и меры, вернее зафиксированы, право гражданина Российской Федерации на достойную жизнь. Много там еще зафиксировано. Но то, что касается реализации конституционного права на свободный доступ к информации, это есть. Что самое интересное, любое право предполагает чью-то обязанность. До некоторых пор, несколько лет назад, по-моему, когда еще не было разработки электронного правительства, правительство Российской Федерации и руководству страны крайне мало уделяли времени для повышения образования предпринимателей. И вообще граждан Российской Федерации сегодня, при существовании электронного правительства, при возможности получить какой-то нормативный правовой акт, она становится гораздо шире. Причем обязанность в предоставлении нормативных правовых актов, не их текст, а номер, дату издания и так далее. То есть реквизиты нормативного правового акта забиты в нескольких федеральных ветеринарных законах. Кроме этого, существует интернет-система различная. Это Консультант Плюс, Гарант, Кодекс, Главбук, Система и другие. Массовые печатные издания, Российская газета, Собрание законодательства Российской Федерации, Действники органов государственной власти и так далее. Ко всем этим средствам массовой информации, источникам нормативных правовых актов, можно добраться через интернет-ресурсы. Допустим, вот интернет-система, Консультант, Гарант, Кодекс, Главбук, Система и другие, то, что уже было перечислено, доступ к этим системам, он открывается в 20.00 к основной массе и закрывается, по-моему, в 8 часов утра. И в субботу воскресенье тоже открыть. То есть при правильном пользовании этими системами можно обеспечить себе георгическую защиту, особо-то и не напрягаясь. Главное, чтобы было желание и наличие логического мышления. Но для врача, кем бы он ни был, ветеринарным врачом, медицинским врачом, ветеринарно-санитарный эксперт, это все равно логическое мышление у человека присутствует. В нас это логическое мышление вдавливали на протяжении 5 лет в институтах и после. Мы вынуждены были этому самостоятельным чувствовать. Но мало найти нормативный правовой акт. Необходимо еще понять этот текст. Самый первый этап – это найти текст нормативного правового акта. Проверить актуальность текста. Как правило, размещается он в начале или в конце документа. Мы будем рассматривать 10 принципов на примере нашего основного нормативного правового акта, который хоть как-то регулирует рынок ветеринарных услуг. Не секрет, что на сегодняшний день рынок ветеринарных услуг разрегулирован просто до беспредела. Контрольные органы, надзорные органы не вправе проверять то, что с точки зрения банальной логики необходимо выполнять. Предпринимательские структуры чаще всего используют эти отверстия и начинают просто хамить и грубить. На сегодняшний день, видя эту ситуацию, то, что творится на рынке ветеринарных услуг, несколькими общественными организациями, объединениями предпринимателей в области ветеринарной деятельности, было принято решение выйти с инициативой на Международное эпизодическое бюро в целях создания так называемой статутарной организации, которая бы регулировала принцип взаимоотношений и оказания платных ветеринарных услуг на территории Российской Федерации. Причем разговор шел о создании организации, которая не является саморегулированной, это не саморегулированная организация, это не государственная организация, которая финансируется из бюджета, и это не коммерческая организация. Там достаточно сложная тоже иерархическая система нескольких организаций, общественных организаций, полуобщественных, финансируемых частично из бюджета страны, частично из бюджета Международного эпизодического бюро. Поэтому эта система будет создаваться. И то, что получила в ответ Ассоциация практикующих ветеринарных врачей и Российская ветеринарная ассоциация, которые явились инициатором создания подобной регулирующей структуры из Международного эпизодического бюро, тот ответ, вернее они получили ответ о том, что структуры, которые могли бы быть адаптированы для российского рынка ветеринарных услуг, такие структуры находятся на территории Германии и на территории Франции. Я очень надеюсь, что обширный, объемный интернет-семинар либо вебинар будет организован Ассоциацией практикующих ветеринарных врачей, в частности сейчас Сергей Владимирович Среда активно готовит материалы по этому поводу, и Российская ветеринарная ассоциация. Российская ветеринарная ассоциация – это организация, которая объединяет в себе как непродуктивных животных, так и сельскохозяйственных животных, причем осуществляет взаимодействие ветеринарных специалистов и в части ветеринарно-санитарной экспертизы, то есть экспертной деятельности. Я несколько отошел в сторону, потому что без регулирования рынка ветеринарных услуг развитие самого рынка, тех технологий, которые возможно использовать в браке от наших западных коллег, та же самая Япония, Австралия, Штаты, Франция, очень там развитые эти все направления, развитие будет невозможно. Итак, вернемся к нашему пониманию текста. Проверить актуальность текста. Как правило, актуальность размещается в начале, либо в конце документа. Опять же вернемся к закону о ветеринарии. Я буду часто возвращаться либо к закону о ветеринарии, либо к правилам оказания платных ветеринарных услуг. Допустим, вот здесь. Закон о ветеринарии. Действующий, пока действующий. Источник публикации в данном виде, документ опубликован не был. Первоначальный текст документа опубликован там. Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, в том числе смотрите в справку к этим документам. Начало действия редакции 1.08.2011 года. Это не говорит о том, что ветеринарный закон был полностью пересмотрен. Начало действия той редакции, которую мы с вами сегодня рассматриваем. На самом деле, этот закон был в 1993 году. Почему он не федеральный? Потому что не было тогда федеральных законов. Они появились несколько позже. И, к сожалению, закон о ветеринарии. Вообще ветеринария, она несколько играет, вернее, не играет роль, она является как бы костной. Костной, стандартной, в хорошем смысле этого слова. Чем больше изменений в правилах, обеспечивающих безопасность, тем хуже для страны. Ну и для нас с вами, естественно. Однакомиться с оглавлением. Без оглавления никуда не деться. Оглавление это то, когда вы смотрите на оглавление, вы можете понять этот документ в целом. Это не приходит с первого просмотра документа. Нужно просто-напросто постараться работать с документами, плюнуть на все и ответить на это два-три дня. Надо научиться работать и смотреть, что и как происходит. прочитать от корки до корки, не забывая о введении его в действие и заключительных положений для создания общего представления о правовых нормах, указанных в нем. Я думаю, это не сложно прочитать от корки до корки. Было бы время, главное в этот процесс не уснуть. Но когда стоит вопрос о том, чтобы наказать наглого коммерса или защититься от беспредельного контрольщика, я думаю, на это время вы всегда найдете. выделить основные положения, например, по ключевым словам. Обращаю ваше внимание, кто владеет информацией, тот владеет ситуацией. Излишние требования при проведении проверок их всегда можно пресечь, если вы знаете нормативные правовые акты, на основании которых вас проверяют. и всегда можно поставить на место предпринимателя, который не желает обращать внимание на качество своих услуг, на чистоту зданий, на много-много-много позиций. Но необходимо помнить, что у каждого органа исполнительной власти, у каждого надзорного органа существует свой перечень задач, который он вправе при нем проверять. Не может Ростелекознадзор выйти за рамки проверки лицензирования фармацевтической деятельности в части обращения лекарственных средств, предназначенных для животных. Если Ростелекознадзор на территории вашего предприятия находит лекарства и средства, не зарегистрированные для ветеринарного применения, это не говорит о том, что вы этими лекарственными средствами пользуетесь. Понятно, да? Если будут факты применения, а факт применения, он опять же подтверждается определенным количеством документов, распоряжений и так далее, если будет факт применения, подтвержден, тогда вы будете наказаны. Если факта применения нет, тогда не будете наказаны. Вы тогда сможете защититься, либо не защититься. Не защититься, что я имею в виду, продукты? Все мы помним серию судебных процессов. Я не помню сейчас, по какому субъекту федерации все это дело походило, но было выявлено большое количество предпринимателей, которые использовали при лекарственном обеспечении своих ветеринарных уроков, как раз в этом все время, лекарственные препараты не зарегистрированы для ветеринарного применения. Яркий пример димедрол. Чем димедрол ветеринарный отличается от димедрола, выпускаемого в медицинской промышленности? Только объемом. Здесь 2 мл, там 200 мл. Или 100 мл. И все. И не более того, тем не менее, состоялась серия стабильных процессов, и представителю Россельхознадзора удалось убедить суд, что предприниматель был неправ. Предприниматели были наказаны. Опять же, в Российской Федерации прецедентного права нет. Если в соседней области предприниматель проиграл, а Россельхознадзор выиграл, это не говорит о том, что то же самое будет и с вами. Потому что в каждом случае свои нюансы. На это тоже нужно обращать внимание. Я говорил в самом начале, не бойтесь подавать в суд, а Россельхознадзор и Госслужба при выполнении надзорных мероприятий не должны бояться того, что на них вдруг подадут в суд. Следующий шаг. Прочитать еще раз. Посмотрите на эту бакадабру, которая сейчас у вас на... по результатам исследования одного английского университета не имеет значения, в каком порядке расположены буквы в слове. Главное, чтобы первые и последние буквы были на минусе. Остальные буквы могут. И так далее. Попробуйте прочитать. Кто часто достаточно пользуется текстами, кто читает, вы поймете, о чем я сейчас говорю. Можно прочитать текст закона, осмыслить его нельзя, пока вы четко не расставите все буквы по местам. Так можно читать сказку, так можно читать записку, так можно признаваться в любви. Но понять нормативно-правовый акт, который вам позволит либо защититься, либо правильно выполнить свои обязанности по надзору, это сделать невозможно. В случае наличия дополнительных вопросов необходимо ознакомиться с комментариями авторов, авторства нескольких ученых к этому положению и изучить положение нормативного правового акта еще раз. Если вдруг что-то вам непонятно, рядом нет товарища старшего, который может вам это дело пояснить в тихой обстановке, то необходимо искать комментарии к нормативному правовому акту. Допустим, комментарии, то, что касается законов, вернее, не законов, а нормативно-правовых актов по сельскому хозяйству, в частности, по ветеринарным действиям, эти разъяснения может давать Министерство сельского хозяйства. Но эти разъяснения они могут носить и сугубо индивидуальный характер. Ярким примером является то, что у нас было разъяснение Министерства сельского хозяйства о порядке применения требований положения о лицензировании фармацевтической деятельности, где четко указывалось, что если лекарственные средства используются для оказания платных ветеринарных услуг без розничной реализации, то хранение лицензировать не нужно. В этом нет необходимости. Это глубочайшее заблуждение. Кто-то неправильно сформулировал, кому-то на подпись подсунули, в результате появился вот такое нормативное, вернее, разъяснение нормативного правового акта. Хотел бы настрелить ваше внимание. Хранение лекарственных препаратов это отдельный вид фармацевтической деятельности. Это четко регламентировано в положении о лицензировании фармацевтической деятельности и выделено как отдельный вид. Рано или поздно Росельхознадзор подойдет к этой теме очень плотно и коммерсы бойтесь. Росельхознадзор уржайся. Необходимо ознакомиться с посылками в нормативно-правовом акте на другие нормативно-правовые акты. Как пример, допустим, вы читаете, что руководитель ветеринарной клиники для организации обращения с отходами ветеринарной деятельности и биологическими отходами должен пройти повышение квалификации по экологической безопасности в части высадки где он должен пройти как он должен пройти вот это уже Второй вопрос. Вы просто обязаны найти ссылку на этот документ, открыть его, и в этом документе будет написано, как пример, что если у вас образование отходов биологических составляет более 54,5 тонн в месяц, значит вы должны пройти. Но если это менее 3 килограммов в день, значит вы не должны проходить подготовку части экологической безопасности. Но хочу вас расстроить. Повышение квалификации в области экологической безопасности при обращении биологических отходов проходить должен каждый руководитель подразделения, либо юридического лица вне зависимости от форм собственности. Это касается и руководителей станции по борьбе с болезнями животных, либо руководителей клинических отделений, на территории которых образуются биологические отходы. То есть, если у вас есть ветеринарная деятельность, значит биологические отходы у вас организуются. Если, значит год назад, можно было отмазаться, что биологические отходы это не наши, они принадлежат владельцу пациента. На сегодняшний день нельзя. Есть госты, мосты, осты и так далее, которые четко регламентируют, что такое отходы ветеринарной деятельности, где они образуются, как это происходит и что должно быть дальше. Об этом у нас тоже будет до конца года. Вебинар очень подробный, я об этом буду рассказывать. Итак, 10 шагов к пониманию текста. Найти текст, проверить актуальность, ознакомиться с оглавлением, прочитать от корки до корки, выделить основные положения, прочитать еще раз. В случае наличия дополнительных вопросов, ознакомиться с комментариями, ознакомиться со ссылками. После того, как картина становится ясна, определиться с необходимыми ссылками и изучить их, используя пункты 1 и 8. Читать внимательно и вдумчиво. После того, как картина становится ясна, определиться с необходимыми ссылками и изучить их, используя пункты 1 и 8. Значит, те ссылки, которые вы обнаружите в нужном вам нормативном правовом акте, по ним нужно проверить. Провести ту же самую работу, которую вы провели по основному нормативному правовому акту, с которым есть ссылки. Это работа юриста. Но сложные какие-то мероприятия должны вы проводить сами. Это касается не только предпринимателей, но это касается и инспекторов. Инспекторов государственной ветеринарной службы и служащих Росельбоснового. Для служащих Росельбоснового надзора это особо важно, потому что они представляют федеральную вертикаль и должны четко ориентироваться на федеральных законах. Читать необходимо внимательно и вдумчиво. Внимательно и вдумчиво. Если в этот период будет что-то сверпить, лучше отвлечься, отдохнуть и приступить к изучению документа заново. Все эти 10 принципов мы с вами рассмотрим на примере нашего основного акта, который хоть как-то регулирует этот рынок ветеринарных услуг. Правила оказания платных ветеринарных услуг утверждены, введены постановлением правительства Российской Федерации и предназначены для неограниченного круга лиц, которые участвуют в системе оказания платных ветеринарных услуг. В системе платных ветеринарных услуг участвуют все лица, которые хоть каким-то богом туда подходят. Настоящие правила разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации о защите прав потребителей и Законом Российской Федерации о ветеринарии. И регулируют отношения, возникающие между потребителями и исполнителями при оказании платных ветеринарных услуг. Обратите внимание, регулируют отношения между потребителями и исполнителями при оказании платных ветеринарных услуг. Потребитель. Гражданин, имеющий намерение заказать, либо заказывающий, приобретающий или использующий ветеринарную услугу исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных со существением предпринимательской деятельности. Исполнитель. Организация, независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, оказывающий ветеринарные услуги потребителям по возмездному договору. Кто у нас является потребителем? Я, придя со своей собакой на прием к ветеринарному специалисту, вне зависимости от того, государственная это ветеринарная служба или частная ветеринарная служба, и получающий услуги для своей собаки, это мое имущество. Я пришел обслужить свое личное имущество не для предпринимательской деятельности. Я являюсь потребителем. Исполнитель. Все равно кто. Государственная служба, не государственная служба, которая мне оказывает услуги, является исполнителем. Если же я обращаюсь в государственную ветеринарную службу с просьбой дать мне официальное заключение о качестве какого-либо товара, который подконтролен, либо находится под надзором у государственной ветеринарной службы, и здесь уже, и я в последующем этот товар собрался реализовывать, либо животных, либо сперму, либо продукцию животного происхождения, тогда эти правила не регулируют подобные взаимоотношения. Клинические. К ветеринарным услугам относятся клинические, лечебно-профилактические, ветеринарно-санитарные, терапевтические, хирургические, акушерско-терапевтические, противоэпизотические мероприятия, иммунизация, активная пассивная, дезинфекция, дезинфекция, терапизация, дегометизация. Итак, коллеги, вот этот пункт очень важен. Кто попадал под проверки и кто участвует в проверках, периодически задают вопросы, где акт на дезинфекцию, почему у вас не проводится дезинфекция, с какого перепугу дезинфекция у вас была всего год назад, а крыса у вас бегла. Вы сами можете организовать себе и составлять акции о выполнении работы. Это ветеринарная услуга, которую может предприятие делать для себя любимого. Понятно, да? Не нужно никуда бегать на сторону, ни с кем выключать договоры не надо. Этим вы можете сократить свою платежную базу. То есть вы меньше гораздо будете платить, и себестоимость ваших ветеринарных услуг пойдет ниже. Следующее. Все виды лабораторных исследований проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственной сырья и пищевых продуктов животного происхождения, пищевых продуктов животного и растительного происхождения, непромышленного изготовления, предназначенных для продажи на продовольственных рынках, а также некачественность и опасность к ветеринарному отношению к пищевым продуктам животного происхождения. Это пункт понятия. Исследования и другие ветеринарные мероприятия, связанные с продажей племенных животных, с участием в выставках и соревнованиях, определение стельности и беременности всех видов животных, получение и трансплантация эмбрионов и другие мероприятия, связанные с размножением животных, пищевых, пчел и трансплантациями. Оформление и выдача ветеринарных документов. Ветеринарные проходные свидетельства, сертификаты, справки, паспорта, регистрационное удостоверение и ДР. Вот что кроется под этим ДР. Кроется все, что угодно. Как хотите, так и назовите. Допустим, вот перед вами ветеринарные свидетельства. Возвращаемся с вами по изучению ссылок в нормативно-правовом акте, который вас интересует. Оформление и выдача ветеринарных документов. Сразу возникает вопрос. При перемещении животных либо сырья под надзорную государственную ветеринарную службу должно выдаваться ветеринарное свидетельство. Но в правилах ветеринарных услуг написано, что вы тоже можете, предприниматели, выдавать эти справки. Но это не говорит о том, что вы можете выдать ветеринарное свидетельство по той форме, по единственной форме, которой можно сопровождать. Потому что для этого существует свой подзаконный акт, который регламентирует правила выдачи сопроводительных ветеринарных документов. В частности, ветеринарное свидетельство. А вот ветеринарные проходные свидетельства, сертификаты, справки, паспорта, регистрационные удостоверения. Ради бога. Значит, исключение, опять же, составляет на сегодняшний день регистрационное ветеринарное удостоверение, так называемый ветеринарный паспорт собаки при первичной выдаче. Уже четко определено, что в таможенном союзе выдача подобного документа возможно только компетентным ветеринарным специалистам. Законодательностью определено, что компетентным ветеринарным специалистам может являться представитель государственной ветеринарной службы. Тема закрыта. Если кому-то это дело не нравится, а мне это катастрофически не нравится, то этот человек вправе подать в суд. В конституционный суд, в любой суд, и попытаться добиться отмены этого постановления. Вот в этом и заключается правовой статус любого нормативно-правового документа, что его можно в любой момент каким-то образом изменить. Но, опять же, вот оно и подышло, вот оно и здесь порядочное. Следующий этап. Консультации, рекомендации, советы по вопросам диагностики, лечения, профилактики болезней всех видов вывода и технологии их содержания. Дядька усатый, я выдернул эту фотографию из интернета. Если сейчас наш коллега видит свою фотографию на мониторе, я прошу прощения, что использовал. Личность весьма колоритная, убедительная, солидная. Такой человек может дать правильную консультацию и предостеречь от неверных действий любого, как предпринимателя, так и своего сотрудника. Ну, а по поводу лечебницы доктора Айболита, я думаю, здесь комментарии не нужны. Тот же самый человек, который в форме сейчас находится, в любой момент может прийти и этого доктора Айболита просто-напросто наказать. По одной простой причине, что у него отсутствует щит информации, который определен правилами оказания пластиковых и перинарных услуг. Идем дальше. Еще услуга, очень любопытная. Кремация, эвтаназия и другие ветеринарные услуги. Когда в нормативном правовом акте есть такая фраза «и другие ветеринарные услуги», эта фраза, вернее, не только ветеринарные услуги, а и др. Вот под этой и др может скрываться все, что угодно. Это может играть положительную роль для предпринимательства, а может играть положительную роль для человека, который контролирует предпринимательскую деятельность. Не должно быть подобного «и др». Потому что можно интерпретировать по-всякому. Коллеги, давайте делаем маленький перерывчик. Кому покурить, кому попить, кому ласклить. Все, давайте уйдем на 5-минутный перерыв. И через 5 минут мы с вами возвращаемся. Начало у нас будет в 21.15. Начало у нас будет в 21.15. И снова, здравствуйте. Очень важный момент. Действие настоящих правил не распространяется на проведение лечебно-профилактических мероприятий при профилактике, диагностике и ликвидации болезней, особо опасных для человека и животных, а также при осуществлении государственного ветеринарного надзора. Особо опасные болезни представляют угрозу для человека и животных, могут нанести колоссальный экономический ущерб. Мероприятия, обеспечивающие безопасность, являются исключительными полномочиями государственной ветеринарной службы. Почему я делаю на этом акцент? Потому что практически в каждом регионе представители государственной ветеринарной службы мыслят, с их точки зрения логических, что бешенство, перечни особо опасны. Чума платоядных или пироз, перечни карантины. Следовательно, на них правила не распространяются, что влечет за собой автоматический запрет на вакцинацию негосударственными структурами от этих заболеваний. Это далеко не так. Этот пункт является отсылочным другим нормам закона, которые определяют механизм финансирования противоэпизотических мероприятий. Значит, эта тема достаточно спорная. Не зря я в самом начале сказал, что в Новосибирске коммерсы гады, вернее, водилы гады, а в Санкт-Петербурге менты козлы. В городе Санкт-Петербург государственная ветеринарная служба нашла достаточную аргументацию для того, чтобы органам судебной власти было принято решение о запрете проведения вакцинации против карантина и особо опасных заболеваний частными структурами без согласования с государственным ветеринарным надзором в лице субъектовой ветеринарной службы по городу Санкт-Петербург. В Москве несколько иначе был решен вопрос. Я считаю, что более оптимальный вариант. Здесь государственная ветеринарная служба Москвы пошла другим путем, заключила договоры о совместной деятельности по поддержанию противоэпизотического благополучия. Стойкого противоэпизотического благополучия. В результате, что получилось в результате? В результате коммерции под надзором спектр противоэпизотических мероприятий выполняется более широко. И эпизотическая обстановка на территории Москвы очень спокойная. Можно разными причинами называть. И Московскую кольцевую дорогу, и Москва это государство в государстве. Ну, во всяком случае, государственная ветеринарная служба города Москвы, она более гибкая в решении этих вопросов. И смотрит вдаль, и рядом тоже не упускает, чем бы поконтролировать. Информация о платных ветеринарных услугах. Порядок заполнения договора и оплату услуг. Исполнитель обязан довести до сведения потребителя фирменное навинание организации, место ее нахождения и режим работы. Исполнитель размещает указанную информацию на вывеске. Тут же мы идем по отсылке. Что такое вывеска, разъясняется в тесне Федеральной антимонопольной службы от 28 ноября 2013 года, номер, от 24 января, номер, по разграничении понятий вывеска и рекламы. Исполнитель, индивидуальный предприниматель, должен представить потребительную информацию о государственной регистрации и наименовании зарегистрирования его органов. В каждом регионе есть правила регистрации. Вернее, на федеральном уровне, индивидуальный предприниматель, когда регистрируется, он регистрируется в качестве налогоплательщика, и что дает ему право вести индивидуальную деятельность. Но, опять же, отсылочная форма, это ссылка в нормативном правовом акте. То, о чем мы с вами говорили выше. Каждый ветеринарный специалист, работающий как индивидуальный предприниматель, обязан зарегистрироваться в органе исполнительной власти, уполномоченным в сфере ветеринарной деятельности. Примечательно, что на общество с ограниченной ответственностью подобные требования не распространяются. Это требование закреплено в статье 4 закона о ветеринарии. И, насколько я помню, оно остается неизменным и в новой версии закона о ветеринарии. Исполнитель обязан предоставлять потребителю информацию в наглядной и доступной форме об оказываемых ветеринарных услугах, выполняемых работах. Эта информация должна находиться в удобном для обозрения местности и в обязательном порядке содержания. Опять маленький акцент. В удобном для обозрения местности. Мне это место удобно для обозрения, а кому-то это место неудобно. То есть это та формулировка, которая просто... Когда государство пошло на поводу у потребителя не только ветеринарных услуг, а вообще любых услуг. То есть в этой ситуации потребитель вправе пожаловаться в органы исполнительной власти в области ветеринарии, которые вас контролируют. И орган, этот орган вправе вас наказать. Но сам механизм отсутствует. То есть это та норма, когда, ну, только на стенку влезать. Никто ничего не получит. Если вы считаете, что вот у вас под столом это наиболее удобное место для обозрения, значит так оно и есть. Другие какие-то формулировки, чем формулируется это удобство, нет. Вы должны указать перечень основных видов платных ветеринарных услуг. Работки, формы и предоставления. Вот этот перечень основных видов платных ветеринарных услуг может представлять на себя пресурант к указаниям цены и так далее, и так далее, и так далее. В пресуранте вы можете в общей сложности дать информацию, которая будет соответствовать неполному перечню, указанному в правилах указания платных ветеринарных услуг. Перечень основных видов платных ветеринарных услуг, работы, формы и предоставления. Образцы, форма и предоставления. Внутримышечно, внутривенно, подкожно. Допустим, ампутация рудиментарных паланк пальцев. Это тоже является видом ампутации. Образцы препаратов, лекарственных средств и др. Сколько я должен показать лекарственных средств? Какие препараты? Образцы препаратов во множественном числе. Покажите. Три. Три это уже много. Два мало, три уже много. То есть это уже множественное число. Два, три. Но более одного вы уже показываете, что это будет соответствовать требованию лекарственных. Средства ветеринарного назначения, применяемые при оказании платных ветеринарных услуг. Образцы типовых договоров, квитанции, жетонов, расписок, талонов и других документов, удостоверяющих исполнение и оплату услуг работ. Обратите внимание, вот это вот мутное петло, которое находится справа у вас на мониторе. Это квитанция, введена приказом Минсклина 9 апреля 8 года 39 Н об утверждении формы бланка строгой отчетности. Ну, ветеринарии в частной, я думаю, что крайне редко применяются под бланк. Но государственная бланка и государственная ветеринарная служба с особым удовольствием пользуются подобными документами. Хочу обратить внимание, пока налоговые органы не добрались до этого бланка. Ну, посмотрите, бланк строгой отчетности. Приказ Минсклина четко все расписано. Что такое бланк строгой отчетности? И если идти, то вот этот бланк должен быть зарегистрирован, прошит, пронумерован. У него должны быть корешки и так далее, и так далее, и так далее. Очень многие представители государственной ветеринарной службы пренебрежительно относятся к этому требованию. Вроде бы бланк есть, но он не строгой отчетности. Он не соответствует тем требованиям, которые предъявляет к бланкам подобного рода Министерство финансов. Должны быть указаны сведения о льготах, предусмотренных для отдельной категории потребителей, инвалидов, участников Великой Отечественной войны и так далее, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Часто, достаточно часто, когда я разговариваю с коллегами, возникает вопрос вот по этому пункту. А если мы не отказываем льготы никому, нет у нас таких услуг по льготным категориям, значит, нужно так описать, что льготы предусмотренные для отдельной категории потребителей не применяются. Если у вас будет эта фраза, вас уже нельзя будет привлечь к ответственности за невыполнение этого пункта платных интернарных услуг. Правил платных интернарных услуги. Хотел бы обратить ваше внимание, невыполнение правил платных интернарных услуг можно пристянуть к наказанию по статье 6.3. А это много. Это много сейчас и это дорого. Берегите свои единички. Нормативные документы по вопросам ветеринарного обслуживания животных. Сведения об органе по защите прав потребителей. Сведения о местонахождении исполнителя и местонахождении организации в полномочии на преднятие претензий от потребителей. Указания на конкретное лицо, которое будет оказывать ветеринарную услугу, информацию о нем, если это имеет значение, исходя из характера ветеринарной услуги. Имеет значение, особо имеет значение, если индивидуально оказывается услуга, к примеру, по лечению животных. Если работает группа товарищей, к примеру, я являюсь ветеринарным врачом оболуторного приема, а госпожа Куршнева работает в качестве ветеринарного врача-лаборанта. У меня должен быть бейджер, и я должен быть представлен заказчику ветеринарной услуги. Но то, что касается Татьяны Владимировны, в этом будет совершенно не такой необходимости. Татьяна Владимировна выполняет те услуги, платные ветеринарные услуги, которые не предполагают прямого участия в общении с заказчиком платных ветеринарных услуг, в получательном платных ветеринарных услугах. Исполнитель обеспечивает применение лекарственных средств и методом, исключающих отрицательное влияние на животных при диагностике, лечении профилактики, высокоэффективных ветеринарных препаратов и методах ветеринарного воздействия. Гарантирует безопасность ветеринарных мероприятий для здоровья и продуктивности животных, жизни и здоровья потребителя, а также окружающей средств. Всем понятно, вопросы есть, вопросы должны быть, вопросы должны быть, и вопросы очень глубокие. Вот этот пункт, он весьма и весьма проблематичен для любого, для любой ветеринарной службы, вне зависимости от собственности, прав, которые делают, оказывают ветеринарные услуги. Здесь, по этому пункту, можно прикоснуть на голову комиксов, ведущего деньбилопатой, но заодно и послать контролера-беспондентчика. Очень часто этот пункт вызывает разногласия и разночтение. Можно ли применять лекарственные средства, не зарегистрированные для ветеринарного применения? Является ли бицелин с маркировкой для медицинского применения менее эффективным при лечебных ветеринарных мероприятиях, чем пицелин с маркировкой для ветеринарного применения? Необходимо четко разделять зоны компетентности надзорных органов. Казалось бы, обращение лекарственных средств лицензируется как в промоцентрической деятельности и должно подпадать под контроль ростов-коснадзора, и проверяющего под собесовую службу можно гнать поганой методикой. Но это далеко не так. Ветеринарные услуги под контрольной госпитализации субъекта, хотя четвертый закон о ветеринарии, это четко об этом говорится, это прямое указание на это. А вот оказание ветеринарных лечебных профилактических и лабораторно-диагностических услуг невозможно без их лекарственного обеспечения. Другими словами, ветеринарные препараты являются неотделимым компонентом ветеринарной услуги. Более того, в этой ситуации проверяемый попадает под перекрестные проверки ростов-коснадзора или службы субъекта, так как хранение лекарственных препаратов в данном времени самостоятельной фармацевтической деятельности и подлежит лицензированию. Причем по закону о мероприятиях по контролю и надзору там четко написано, что невозможно проверки по одному и тому же вопросу различными органами исполнительной власти. Если Россельхознадзор придет сразу же после проверки субъектовую ветеринарную службу, значит в этом нет никакого противоречия. Россельхознадзор проверяет ведение фармацевтической деятельности, а субъектовая ветеринарная служба – правильность использования и хранения лекарственных средств при оказании платных ветеринарных услуг. То есть каждый действует в зоне своей компетенции. Опять же есть нюансы. Если лекарственные препараты закупаются и хранятся фермером или скажем скотоводом и применяются для лекарственного обеспечения ветеринарных услуг своим штатным животным на откорме или как-то иначе, то лицензированию такая деятельность не подвезут. Если же станция по борьбе с болезнью животных, оказывая ветеринарную службу неограниченному кругу лиц, приобретает и хранит лекарственные препараты, то это лицензируемый вид фармацевтической деятельности и отсутствие фармлицензии является нарушением, которое должно быть посетено либо исправлено. Следующее. Предоставлять исполнителю по его требованию животных для осмотра немедленно сообщать о всех случаях, связанных с внезапным падежом или одновременным массовым заболеванием животных или об их необычном поведении. Принимать меры по изоляции животных, подозреваемых в заболевании до прибытия исполнителя. Ну, здесь вот потребитель сидит, я думаю, что с этими словами каждый, кто оказывает платные ветеринарные услуги, сталкивается практически каждый день и не по одному разу. Не сейчас, дорого, ерунда, еще подумаю. И вот эти все вгляды потребителей наших с вами ветеринарных услуг, они очень часто приводят к тому, что сам объект оказания ветеринарных услуг он страдает. Ну, хорошо, что объектом оказания ветеринарных услуг у нас является животное, владельцем которого является человек, который является получателем ветеринарных услуг. То есть, до такой степени запутанного. Производить реализацию мяса, молока, мясника, молочных продуктов, яйца и иных продуктов животного строго после проведения ветеринарных услуги и получения заключения исполнителя о пригодности их использования для пищевых целей. Доставлять трупы павших животных, а также продукты подводного убоя, домашнего скота и пищи, непригодные в пищу человека и животных, кантискаты, на ветеринарно-санитарные утилизационные заводы или скотомодельники для уничтожения. Обеспечивать соответствующее содержание и кормление животных согласно зону бюджетным требованиям, а также проведению обязательных лечебно-профилактических мероприятий в тропе, определенные им трубками, наставлениями, рекомендациями по содержанию животных. Исполнитель принимает заказы на платную ветеринарную услугу, соответствующие профилю его деятельности. Профиль деятельности тоже понят. Лечебная работа, ветеринарно-санитарная экспертиза, дезинфекция и так далее. Платные ветеринарные услуги оказываются исполнителем на основе заключения договора, оформления абонементного обслуживания или выдачи жетонов, талона, кассового чека, квитанции или других документов установленного образца. Обращаю ваше внимание, какого-то одного документа. Если у вас есть желание, вернее, ваше право все эти документы оформить, но это не ваше обязанность. Ваша обязанность оформить хотя бы один документ. Допустим, квитанцию, либо кассовый чек. Допускается и то, и другое. Исполнитель обязан своевременно информировать потребителя о том, что соблюдение указаний потребителя и иные обстоятельства, зависящие от потребителя, могут снизить качество оказываемой ветеринарной услуги или повлечь за собой невозможность к ее завершению сроков. Если потребитель, несмотря на своевременное и обоснованное информирование исполнителя в разумный срок, не заменит непригорный или недоброкачественный материал, не изменит указания о способе оказания ветеринарной услуги либо не устранит иных обстоятельств, которые могут снизить качество оказываемой услуги, исполнитель вправе, расторгнуть договор о выполнении работы, оказании услуги и потребовать полного возмещения убытков. Вот вы вправе потребовать. Я уже говорил, что любое право предполагает чью-то обязанность. Обратите внимание, что в данной ситуации, в данном пункте потребитель не обязан возмещать вам убыток. Но потребовать вы с него можете через суд. А суд уже примет решение. И такие прецеденты были. Вот в частности в Челябинске у нас Виктория выиграла по суду. Ну, несколько таких вариантов по России было. Порядок и форма оплаты услуг работы определяется по соглашению между потребителем и исполнителем. Если ранее, в 90-х годах, возможен был бартер, как с левой стороны, это один вид бартера, то на сегодняшний день бартер невозможен. Он противоречит нашему налоговому законодательству. На оказании ветеринарных услуг предусмотрено договором о показании услуг может быть составлена твердая либо предупредительная смета. Составление такой сметы по требованию потребителя или исполнителя обязательно. То есть здесь двоякая часть. Кому нужно, тот делает. Исполнитель не вправе требовать увеличения твердой сметы, а потребителя ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора исключалось возможность предусмотреть полный объем, подлежащий оказанию ветеринарных услуг или необходимых для этого расходов. Исполнитель имеет право требовать увеличения твердой сметы при существенном возрастании стоимости материала про оборудование предоставляемых исполнителем, а также оказываемых ему третий милиционный суд, который нельзя было предусмотреть при заключении договора. При отказе потребителя выполнить это требование, исполнитель вправе расторгнуть договор в твердом порядке. Вот нюанс. Потребитель в большей степени прав. Наше законодательство направлено в большей степени на защиту прав потребителя. Когда мы с вами являемся потребителями каких-то товаров и услуг, мы хорошо знаем свои права, но забываем о обязанностях. Здесь та же самая картина. Если резко возросла стоимость сторонних ветеринарных услуг, тех же самых лабораторных исследований, это невозможно было предусмотреть, тогда приходится повышать стоимость. Если при оказании платной ветеринарной услуги возникла необходимость оказания дополнительных ветеринарных услуг и существенного превышения по этой причине приблизительных смехов, исполнитель обязан в свое время предупредить об этом потребителям. То есть вы должны знать о том, что у вас будет в перспективе и ориентироваться в своей деятельности. Если потребитель не дал согласие на превышение приблизительных смехов, он вправе отказаться от исполнения договора. В этом случае исполнитель может требовать от потребителя уплаты цены за оказанную ветеринарную услугу. Опять же, можно требовать, но никто не обязан. Исполнитель, своевременно не предупредивший потребителя о необходимости превышения приблизительных смехов, обязан исполнить договор, сохраняя право на оплату ветеринарной услуге в пределах приблизительных смехов. Я умышленно не останавливаю и более подробно не привожу примеров на том, кто кому что должен, потому что сейчас присутствуют и исполнители, и потребители, и лица, контролирующие вот это исполнение платных ветеринарных услуг. Нужно сесть, спокойно вчитаться и понять для себя, что конкретно вы хотите от этого документа. Куда вам поворачивать? Каким образом, какие у вас приоритеты? Вы хотите наказать или вы хотите выкрутиться? Или вы хотите четко следовать требованиям нормативного правового акта? За несоблюдение или нарушение настоящих правил, а также законов Российской Федерации по защите прав потребителей о ветеринарии, либо иных нормативных правовых актов Российской Федерации, исполнитель и потребитель несут соответственность установленным законодательством Российской Федерации. Вплоть до принудительного порядка. Чаще всего в наших с вами взаимоотношениях с контрольными органами, с надзорными, при проведении различных проверок, действие уступает административный кодекс. Кодекс об административных правонарушениях. Действительно, он на сегодняшний день достаточно серьезно определяет штрафы и лучше соблюдать те требования, которые проявляются нормативными документами, чем попадать на эти штрафы. Если государственный надзор, субъектовый это, или Российской Федерации выписал штраф, и вы не согласны с этим штрафом, вы можете его обжаловать в суде. Но на сегодняшний день у государственной ветеринарной службы появилось достаточно рычагов для того, чтобы убедить судебные органы в правомощности этого наказания. Коллеги, я готов ответить на ваши вопросы. К сожалению, у нас несколько это затянулось. Я не предполагал, что придется делать некоторые отступления. Где-то, возможно, были какие-то нюансы по ошибкам. В частности, там, вот, 6-3. Я сейчас четко не помню. Но это можно будет в дальнейшем переформулировать, перепразировать так, чтобы уже подвести конкретно в кодекс об административных правонарушениях. Где-то ошибки могут быть. Если вы заметили эту ошибку, залезьте в консультант, в кодекс, еще куда бы то ни было. Найдите и попробуйте вывернуться из-под этой ошибки. Попробуйте самостоятельно это сделать. Не ждите конкретной какой-то ситуации. Смоделируйте ее у себя в бизнесе, смоделируйте ее у себя на работе при подготовке на должных мероприятий, при планировании. И тогда вам будет гораздо проще выполнять свои обязанности. Так, вот здесь вот есть. Каким нормативно-правовым актом регулируется проведение дезинфекции, дезинфекции и другие мероприятия в ветеринарном тегунице и инфиду? Никакими. Могу вам сказать сразу. Это ничем не проведено. Значит, есть санитарные требования санкины по жилым зданиям и сооружениям, общественным зданиям и сооружениям. И любая ветеринарная клиника, она может быть подтянута к общественным зданиям и сооружениям. Это единственный санкин, который необходимо будет выполнить. Другой вопрос, что как это происходит в животноводстве? Здесь уже это связано с безопасностью продукции животного происхождения. Уже нужно исходить из этого. Проведение ветеринарной дезинфекции объектов животноводства и инструкция Госагропрома вместе с методическим указанием и правила проведения дезинфекции объектов государственного ветеринарного надзора. Вопрос. Имеется ли... Следующий вопрос. Ветеринарная дезинфекция объектов животноводства. Ветеринарная клиника не относится к объекту животноводства. То есть мы сразу же с вами отсюда можем выкрутиться. Другое дело, правила проведения дезинфекции и извлазии объектов государственного ветеринарного надзора. утверждено Минсельхозом. Да, кстати, все документы... Вот, вернемся как раз к этому. Проведение дезинфекции. Значит, приказ Минсельхоза, если он не зарегистрирован в Министерстве юстиции, то он является обязательным исполнением подведомственными структурами. Подведомственная структура Министерства сельского хозяйства это Ростельхознадзор и субъектурую ветеринарную службу. Свинарник, либо коровник, который является общим с ограниченной ответственностью, либо сверхоспредприятием, помыть своя форма, либо индивидуальным предпринимателем, он не является подведомственным. И если это не зафиксировано в Министерстве юстиции, либо не имеет статус ветеринарно-санитарных требований, исполнение не обязательно. Второй вопрос. Имеется ли единый список, или единая база ссылок на нормативно-правовые акты по ветеринарии для частного бизнеса? Это значительно облегчит жизнь для начинающих типов. Подобного списка нет. И нормативно-правовые акты по ветеринарии для частного бизнеса таких нет. Здесь нормативно-правовые акты вообще для ветеринарии в целом. потому что нормативно-правовый акт, он предназначен для неограниченного круга лиц. То, о чем вы спрашиваете по поводу единого списка и единой базы, это будет формироваться в рамках регулирования рынка ветеринарных услуг, чем сейчас активно занимается Российская ветеринарная ассоциация и Ассоциация покупающих ветеринарных врачей. Я надеюсь, что до конца года об этом будет достаточно серьезный, объемный, информационный, много информации. Скорее всего, Серега Сергея Владимировича будет делать это в глубину. Может быть, это будет определенный триумферат, куда будет приглашена представитель государственной ветеринарной службы, нормативно-правового регулирования, это Минсельхознадзорный орган, Россельхознадзор, и кто-то из представителей частного бизнеса, ну и плюс общественные организаторы. Значит, 70% нормативных правовых актов можно найти по ключевому слову ветеринар. В электронных правовых системах и ссылках на эти нормативно-правовые акты выскучит колоссальнейшее количество, и при работе с этими нормативно-правовыми акты вы могли бы и взять, отработать все эти механизмы, которые сегодня получили. Если письменно не установлено, так... Должны ли мы расписывать в квитанции чеки весь перечень, используемых в лекарственном сексе, или только номинальные услуги? Сопраться, кататься, и все. Ну, я от своих подчиненных требую, чтобы обязательно было расписано и те лекарственные средства, которые были использованы при работах. Мало того, я еще прошу указывать... Это не обязательно, но если такая возможность есть и позволяет время, указывать еще и количество лекарственных препаратов в ребенке. Это определено, опять же, нормативным правовым актом, правилами показания платных ветеринарных услуг. Защита в той теме, где вы обязаны использовать лекарственные средства, безопасные для животных. Это, в первую очередь, ваша защита, и, естественно, учет материальных ценностей, которые у вас находятся на приеме и имеют статус проходных антизалов. Если применяешь препарат, лекарственные средства, которые должны, вроде как, указать положительное и высокоэффективное действие, а получаем, например, анафилактический шок, вплоть до гибели, как выпутаться? Ну, есть надзорный орган. Если вы получили анафилактический шок от применения лекарственного препарата, до... Хотелось бы покороче ответить, но, видимо, не получится покороче. Значит, у нас, когда был принят новый закон о вращении лекарственных средств, там было четко указано, что применение в ветеринарии можно только лекарственных препаратов, которые зарегистрированы для ветеринарной цены. Таким образом, если вы ввели животному лекарственные препараты, которые не зарегистрированы для использования в ветеринарии, значит, вы виноваты 100%, и если что-то дело выйдет в суд, вы проиграете. Другой вопрос. Если у вас есть лицензия на фармацевтическую деятельность при обороте лекарственных препаратов медицинского назначения, то вы предлагаете владельцу животному обратиться в вашу клинику, приобрести этот препарат и дать вам его для инъекции. Здесь вы никаких законов не нарушаете. Вы выполняете просьбу владельца пациента, вы выполняете заказ на платную ветеринарную службу проведения внутренней инъекции. При этом вы фиксируете, чтобы вы вводили животное. Таким образом, вы не применили препарат. То есть это нюансы, игра слов, но эта игра слов и юридически ухажившиеся кадры, они могут позволить выкупиться из этой ситуации в суде. Следующий вопрос. Когда к вам приходит... Но в первую очередь, когда владелец пациента подает жалобу, он обязан подать жалобу. Может сразу же в суд, но чаще всего эта жалоба попадает в государственную ветеринарную службу субъекта Российской Федерации. В зависимости от того, как себя поведет ваш коллега, который занимается надзорными, исполняет надзорные функции в данной ситуации, контрольные, от этого будет зависеть то, куда дальше пойдет эта вещь. Значит, посмотрите, еще для того, чтобы доказать, что вы применив лекарственный препарат, зарегистрированный для ветеринарного применения. Нанесли вред животному, нужно обязательно судом, чтобы было доказано, что вы это сделали специально. Доказать, что это специально, просто-напросто будет нереально. У вас есть повышение по репутации раз в 5 лет, у вас есть, допустим, сертификация специалиста, вы использовали препарат ветеринарного назначения, зарегистрированный для ветеринарных целей. Если вот эти все вещи соблюдены, значит, вас никто наказать не сможет, и вы сможете вытупиться. Опять же, я возвращаюсь к регулированию рынка ветеринарных целей. Та организация, которая инициировала, создание которой инициировала Ассоциация практикующих ветеринарных врачей, должна будет создать нормативный правовой акт, в котором будет четко прописано, если вам необходим лекарственный препарат для оказания помощи больному животному, но такого препарата, зарегистрированного для ветеринарного назначения, нет, то вы вправе использовать аналогичный препарат, зарегистрированный для медицинского назначения. Сложная ситуация, она будет прорабатываться, причем это на законодательном уровне, но это нужно делать, время, конечно, понадобится, но это будет делаться. Уже принято решение на всех уровнях власти, вплоть до Международного эпизодического бюро. У меня БСО. Им журнал по регистрации каждого бланка по приходу расходов. Плюс журнал дохода расходов для ЭП, где регистрируется каждый бланк строгой отчетности, как доход. Это все или еще что-то по ним нужно? Значит, я прошу прощения, я не могу ответить на этот вопрос, потому что никогда не занимался индивидуальным предпринимательством, а выполнял функции ветеринарного врача на приеме. Чернушев в свое время бегал по квартирам, черную работу. Ну и сейчас общество с ограниченной ответственностью закрыто. Я, честно, я не знаю. Это обязательно надо будет, Артем Сергеевич, надо будет вопросом, ассоциировать внимание и найти ответы. Что-то всегда скажет. Насколько актуальны информационные согласия отказы при оказании платных ветеринарных услуг? Ни насколько. Ни насколько. Потому что основной документ, который существует, это нормативный правовой акт правила оказания платных ветеринарных услуг. И как бы вы не убеждали владельца своего пациента, что если вы сейчас ему дерьмо введете, и он об этом был уведомлен, он может в любой момент отказаться, до суда вы дойдете, суд учтет или не учтет. Но опять же, маленький нюанс. Если вы попали на подобный судебный процесс, и мировой судья принял сторону потребителя, ни в коем случае не нужно останавливаться. Идите в районный суд, 90% мировых судей, вернее, институт мирового судьбы, он и создан для того, чтобы таким образом защищать права потребителей. Потребитель у нас главный. Если какие-то из необходимых документов ИПС начали вести не сначала свои деятельности, если же налоговый, а скажем, через полгода ГОС, то есть, скажем, журналы там подлинных ветер, температурные режимы в помещении и прочее, что прилетит в случае проверки. Ничего не прилетит. Вы не обязаны вести ни журнала дезинфекции, ни температурные режимы в помещении. Вообще, объект, ведущий ветеринарную тесну, и ее лекарственное обеспечение, вот эта вот вся муть, которая требуется, журналы дезинфекции, температурные режимы в помещении, можете их выбросить. Это ни одним документом не регламентировано. Где получить лицензию на медпрепараты? Лицензированию в части хранения и розничной реализации лекарственных средств медицинского назначения для медицинского хранения это занимаются департаменты здравоохранения субъектов Российской Федерации. Надо обращаться туда. Соответственно, да, если у вас есть лицензия, фармацевтическая лицензия, выданная Российской Флотмандором, то самое педзаключение, которое выдано под ветеринарную лицензию, оно не катит, потому что выдаются коммунальным отделом. А лицензии на медицинские препараты, вернее не лицензия, а самое педзаключение на медицинские препараты, а выдаются отделами лечебно-профилактических управлений. Актуальна ли сейчас производственная программа? Если да, то что грозит при ее отсутствии? Актуальна производственная программа при введении, для получения санитарно-экономического заключения. Ну, не что же и для лицензии. Но, посмотрите, вам ничто не мешает взять листик, написать производственную программу и сюда какую-нибудь фигню набросать. Наказание за отсутствие производственной программы есть, а за то, что в ней написано, такого наказания нет. Более креативно подходите к решению своих проблем. Вроде время заканчивается. Направьте, пожалуйста, ваше ПИО. Вопросы? А нет, не то. Как я правильно поняла, если мы применяем лекарственные препараты в мере перинарного назначения, обязаны дополнительно получить лицензий на хранение и применение в мельчинском назначении? Нет, не обязаны. Но в случае, если на вашей территории Росфельхознадор при лекарственной проверке обнаружит препараты, выданные вернее, медицинского назначения, и при этом будет сделана контрольная закупка, подтверждающая факт применения, то с 1 января, по-моему, с 1 января, это надо будет уточнить, а может быть, уже вступила в силу, штраф за нарушение правил обращения лекарственных препаратов до 500 тысяч рублей. Вот и выбирайте, что вам приятнее. Либо попасть под 500 тысяч рублей, либо получить лицензию на медицинские препараты. Поверьте, это не так сложно, как кажется. Потому что многие боялись фармацевтического, фармацевтической лицензии, выдаваем родчиво-постомбором, а оказывается не так страшен черт, как его молили. Сейчас три структурных подразделения ветеринарных клиентов находятся в стадии лицензии на получение лицензии для хранения и розничной реализации лекарственных препаратов медицинского назначения. У нас до конца нового года будет такая тема вебинара продлить либо получить фармацевтическую лекару, как продлить, либо получить фармацевтическую лицензию. Все очень просто. Дождитесь этого вебинара, время позволяет, ну, можно будет, конечно, это сделать. Так, начнем себе тискуку. Время наше и так мы переехали очень много. Хилс, надеюсь, не будет ругаться. Направьте, пожалуйста, ваше фио вопросы на почту dentalvet собака gmail.com И, причем, я вас очень прошу, вот я сейчас попросил фио, вы не направляйте ваше фамилия и отчество из этой же самой серии, допустим, Хуя, Харитонова, Ульяна Яковлевна. Не надо, полностью пишите, допустим, Спирин, Сергей Витальевич, как фамилии и мысли должны звучать сертификат. На ответ на это письмо вы получите вопрос и сертификат участников. Коллеги, большое спасибо. Если мне удалось до вас довести какую-то, донести новую информацию, я очень рад и благодарен вам за добрые уши. Спасибо большое. Всем спокойной ночи. Спасибо, Сергей Витальевич. Коллеги, напомню, следующий вебинар будет послезавтра по анестезиологии со Светланой Анинистровой. Конкретно анестезиологическое обеспечение пациентов с почечной недостаточности. Следующий совместный вебинар с учебным ветеринарным центром Дентал Вед будет проходить 9, прошу прощения, 8 сентября. Анна Сергеевна Скирина будет читать о известной стоматологии. И в ближайшее время мы все анонсируем на нашей странице ВКонтакте. В любом случае, вы можете зайти на официальный сайт dentalvet.ru и увидеть все расписание полного цикла совместных вебинаров и учебного ветеринарного центра Дентал Вед. Спасибо вам за участие. Запись с разрешения Сергея Витальевича мы в ближайшее время поделимся с вами. Всем доброго вечера, спокойной ночи, счастливо. Спасибо. 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 Спасибо.